Окей. Ну что, продолжаем потихоньку? Так, смотрите. Я хотел бы сегодня поговорить про многомерные фазовые пространства и автономные уравнения. До сих пор мы рассматривали дифференциальные уравнения, в которых фазовым пространством, тем пространством, в которых принимают значения наши неизвестные функции, были. Но была просто числовая прямая, то есть пространство было одномерным. На самом деле, конечно, интересен случай, когда пространство имеет больше размерностей. Многомерные фазовые пространства и автономные уравнения. Это, в общем, будет наш основной кейс. Давайте я, прежде чем говорить про многомерные фазовые пространства в контексте дифференциальных уравнений, приведу один пример, который демонстрирует, почему, в принципе, что это вообще такое, что означает, что мы вводим некоторые фазовые пространства, и почему это бывает полезно. Значит, есть такая задача о вазах. Я придумал Николай Николаевич Константинов. Вот, а я ее заимствую с книжки Арнольда по дифференциальным уравнениям. Значит, звучит примерно так. Вот представьте себе, что у вас есть два города. Город А и город Б. И между ними есть две дороги, которые могут идти как-то более-менее как угодно, очень хитро. Вот одна дорога, и вот другая дорога. Что они могут пересекаться в какой-то момент. В общем, более-менее как угодно они могут идти. И дальше про эти две дороги известно следующее. Давайте как-нибудь их обозначу, пусть это будет дорога 1, а это будет дорога 2. Про них известно следующее. В какой-то день одновременно из города А в город Б пошли два человека. Давайте их условно называть Ромео и Джульеттой. Значит, вот у нас есть Ромео, который стоит на дороге 2, и есть Джульетта, который стоит на дороге 1. Значит, изначально они стартуют оба из пункта А. И дальше они двигаются по этим дорогам каким-то образом. И в конце концов доходят до города Б. В конце концов они оба оказываются в городе Б. При этом известно следующее. Известно, что они связаны веревочкой или ленточкой. И длина этой ленточки не больше, чем, скажем, 3 метра. Значит, связана ленточкой длиной 3 метра. Давайте даже окей. Вот. То есть Р и Джей движутся из А в Б, Р по дороге 2, Джей по дороге 1. И расстояние между ними всегда меньше 3 метров. И мы знаем, что они таким образом, двигаясь таким образом из пункта А в пункт Б, смогли до пункта Б добраться. Они могут двигаться как угодно. Они могут, так сказать, ждать друг друга. Могут при необходимости, там кто-то может забежать вперед. Ну, то есть как угодно они могут двигаться. Могут двигаться назад. Как угодно. Никаких ограничений здесь не накладывается. Единственное ограничение, которое есть, это вот это. Значит, это то, что мы знаем. Это некая информация, которая нам дана. Теперь вопрос. Значит, какой-то другой день произошло следующее. Из из А в Б и из Б в А выдвинулись два в ВОЗа. Значит, у нас есть, опять же, из А в Б. Давайте считать, что у меня есть вот такой вот ВОЗ, который будет двигаться вот так. И есть ВОЗ, наоборот, из Б в А. Он будет двигаться по другой дороге. и в обратную сторону. Значит, и давайте считать, что у этих ВОЗов радиус, то есть мы будем считать, что ВОЗы, они такие круглые, если на них сверху смотреть. Допустим, там много сена, и так что получается такой как бы стажок, который круглый сверху. И известно, что у них радиусы равны, допустим, двум метрам. Значит, радиус этого два метра, и радиус этого тоже два метра. И вопрос такой. Вы двинулись в ВОЗы, соответственно, один ВОЗ по дороге один, а другой ВОЗ по дороге два. Вопрос. Смогут ли эти ВОЗы разъехаться? Смогут ли они достигнуть каждый из его пунктов назначения? Ну, естественно, ВОЗы, если они пересекаются, то они сталкиваются и не могут двигаться. То есть, они не должны никогда это пересечься. Значит, вот такая задачка. Можно разочнить небольшое? А вот мы форму дорог, она вот как на картинке, мы ее знаем и так далее? Нет, форму дорог мы не знаем. Единственное, что мы знаем про форму дорог, это вот эта информация. Значит, информация о том, что Ромео и Джульетты двигались каждый по своей дороге, расстояние между ними ни в каком момент времени не превосходило трех метров, и они, в конце концов, добрались до пункта ВОЗа. Стартовав в какой-то момент из пункта А. Вот это все ограничения, которые мы накладываем на структуру дорог. Каждый все время держался только своей дороги. Они могли как угодно двигаться с точки зрения остановок, движения назад, вперед, что угодно. Но мы знаем, что им удалось добраться сюда. Вот это все, что мы знаем. Эти грузовики или ВОЗы, они не смогут разъехаться, потому что в каждой точке дорога максимально на 3 метра дальше, одна от другой. Соответственно, когда-то этим ВОЗам придется быть на соседних частях дороги, и эти соседние части дороги не будут дальше друг от друга. Соответственно, ВОЗам нужно как минимум 4 метра. Соответственно, когда они будут к кому-то участке дороги, где близко друг к другу, эти участки дороги не будут дальше друг от друга на 4 метра, так как они максимум на 3 метра идут. Поэтому они не смогут приехать. А почему ему нужно 4 метра, если два ВОЗа могут быть на расстоянии 3 метра, а другие два ВОЗа как бы пройти между этими ВОЗами? Нет, сейчас. У нас всего два ВОЗа. Один едет по своей дороге, другой едет по своей дороге. Но тут вопрос в том, ну окей, мы понимаем, что расстояние между ВОЗами, расстояние между дорогами не может быть, так сказать, достаточно большое. Есть история, что они вообще одновременно выдвигаются? Просто, если его не прогрессить, то очевидно, что могут. Сначала один проедет, потом другой. Ну, как бы, да, они должны... Давай читаешь... По крайней мере, по крайней мере, существует такой момент времени, когда оба ВОЗа находятся уже в пути. Давайте так считать. Не обязательно, чтобы они выдвигались совсем одновременно, но есть такой момент времени, когда оба ВОЗа находятся в пути. Это, кажется, снимает ваше возражение. Да, да, да. Ну, там просто было очевидное решение, которое, впрочем, неинтересно. Вот. Ну да, то есть, смотрите, с одной стороны, действительно, мы хотим как-то использовать информацию про то, что расстояние между дорогами вроде как небольшое, и правильное замечание, что нам нужно, чтобы расстояние между ВОЗами было 4 метра, а мы знаем, что расстояние между этими товарищами было 3 метра. Но проблема в том, что вот эта информация про вот это расстояние, она как бы не совсем понятно, как ее перенести в информацию про расстояние между дорогами, и как эту информацию про расстояние между дорогами перевести в информацию про ВОЗы, потому что мы же понимаем, что, ну, как бы окей, понятно, что, допустим, в каком-то конкретном месте они не разъедутся, скажем, если они оба подъехали одновременно вот сюда вот, ну, понятно, что они не разъедутся тут. Но, может быть, можно сделать так, чтобы они бы это место пересекли бы, так сказать, в разные моменты времени. Нужно найти хотя бы одно место, где расстояние между вазами больше четырех метров. Да, значит, почему такой момент времени наступит? Они же ведь могут тоже как угодно двигаться, они могут друг друга пропускать как-то, могут сдавать назад. Ну, видели, как машины разъезжаются на узкой улице. Вот почему, что бы они ни делали, им все равно не удастся разъехаться? Как это понять визуально? Или невизуально еще как-нибудь? Ну, потому что, типа, чтобы одному вазу добраться из точки А в точку Б, ему придется проделать весь путь. И, соответственно, если ему навстречу едет ваз из Б в А, то все равно в какой-то момент должна быть точка, в которой они находятся оба одновременно. И, типа, вот в этот момент расстояние должно быть больше, чем 4 метра. Непонятно. Что значит точка, в которой они находятся оба одновременно? Они едут по разным дорогам, они не могут находиться в одной точке. Типа, скажем так, на соседних участках дороги. Не знаю, как это объяснить. Что такое соседние участки дороги? Хорошо. Ну, смотрите, с одной стороны, кажется, более-менее окей. То есть так, если немножко подумать, то кажется, что, да, наверное, они не разъедутся. Но при этом предъявить какое-то понятное рассуждение, которое бы мы на него взглянули, бы сразу поняли, а, да, точно, наверняка они разъедутся. А может нам можно, допустим, ну вот у нас есть какие-то, допустим, примеры, где можно создать симметрию и где понятно, что нам, допустим, трех метров хватило бы. То есть сделать какие-нибудь дуги. А потом посмотреть на то, как мы меняем одну из дорог и какое-то условие накладывать на вторую дорогу. Ну, то есть не будет ее... Это такой подход математика. Но как его довести до реализации не совсем понятно. Хотя идея очень красивая. Смотрите, давайте я попробую рассказать, как эту задачку можно было бы решить. Смотрите, для того, чтобы эта задачка стала бы более понятной, нужно ввести фазовое пространство. Что такое фазовое пространство? Это такое пространство, в котором положение точки, в котором описывает все состояние системы. Вот в данном случае у нас система в обоих случаях как бы описывается тем, где расположены две точки. Значит, одна точка на одной дороге, другая точка на другой дороге. Соответственно, давайте введем фазовое пространство, которое в обоих случаях будет двумерным. А именно давайте просто сделаем такую штуку. Нарисуем такой квадрат. Здесь у нас будет по горизонтали город А, здесь город Б. Тут будет по горизонтали город А и город Б. И каждая сторона этого квадрата символизирует одну из дорог. Значит, ну давайте пусть у меня здесь будет дорога номер один. Значит, вот эта вот дорога номер один. Да, вот эта дорога номер два. И поскольку мы точно знаем, что вот эти вот наши точки находятся каждый на своей дороге, а дорогу, в принципе, можно так выпрямить и превратить в такой отрезочек. Ну, то есть давайте просто мы скажем, что мы будем здесь по горизонтали, например, отмечать расстояние до пункта А той точки, которая движется по дороге 1. В данном случае это Джуетты. Если это в первый день не происходило. А по вертикальной оси будем отмечать соответственно расстояние тоже до пункта А, но уже той точке, которая движется по дороге 2. Значит, давайте посмотрим. Так, давайте я перенесу эту картинку сюда, чтобы мне туда-сюда не таскать. Давайте посмотрим, как будет кодироваться вся наша история, как она будет кодироваться на этом фазовом пространстве. Значит, давайте смотреть. Как будет кодироваться история с Ромео и Джульеттой? Значит, в каждый момент времени у нас положение и Ромео, и Джульетты определяется просто точкой в этом квадрате. Давайте смотреть. Вот стартовое положение, когда они оба в пункте А. Какой точке кодируется? Ну, 0-0. 0-0, да, с левым нижним концом. Значит, вот у нас есть... Каким бы цветом это обозначить. Вот у нас есть вот эта точка. И дальше они как-то выходят, и вот как-то они могут двигаться. Например, как-нибудь вот так. Значит, как-нибудь вот так-то они могут двигаться. Теоретически они могут двигаться назад, никто не запрещает. Вот как-то они двигаются-двигаются, мы не знаем как. Но то, что мы знаем, то, что они в конечном итоге... Давайте я немножко по-другому нарисую. Значит, то, что мы знаем, то, что они в конечном итоге окажутся в пункте B. Может быть, вот так вот. Значит, это я что-то такое нарисовал? Это я нарисовал ситуацию, когда... Значит, кто? Джульетта, которая движется по дороге 1. Выходит первый, а Ромео в этот момент находится еще в городе. Потом они как-то движутся-двигутся-двигутся. И в конечном итоге кто пришел первым в город B? Джульетта? Нет, получается, Ромео. Потому что Джульетта еще идет, так как мы по дороге 1 движемся, а по дороге 2 мы уже какое-то время не движемся. Угу, да. Вот. Понятно, как эта картинка описывает движение. Окей. А теперь смотрите, а как описать движение вазов? Значит, у нас есть два ваза. Один движется по дороге, один другой по дороге 2. И что мы про них знаем? Значит, мы знаем, что ввоз, который движется по дороге А, стартует из пункта А. Да? Значит, это соответствует точке. Как конверсируются условия, потому что между ними 3 метра? Пока никак. Хорошо. Значит, окей, что с фазами происходит? Они откуда-куда движутся в фазовом пространстве? Они движутся либо из точки 1.0, либо 0.1, это неважно. И, соответственно, должны прийти в точку 1.0 или 0.1. Да, ну, кажется, значит, если... Как бы они двигались, они пересекут путь Ромео и Джульетта, значит, они будут находиться меньше, чем 3 метра друг от друга. Да, да. Это правильная концовка решения. Значит, ну, давайте... Я все-таки сейчас хочу понять, чтобы правильную картинку нарисовать. Значит, мы стартуем... Значит, у нас ВОЗ, который движется по дороге 2, стартует из пункта А. То есть это означает, что в начальный момент времени у нас координата по оси 2 равна А, а по оси 1 равна, наоборот, Б. Значит, это означает, что мы, на самом деле, стартуем. Мы, на самом деле, стартуем вот отсюда. И дальше как-то движемся, опять же, более-менее как угодно можем двигаться. Но как бы мы ни двигались, никуда мы не денемся. В какой-то момент мы пересечем вот эту зеленую кривую для того, чтобы попасть вот отсюда сюда. А можно вопрос, почему мы вернемся в пункт Б как будто снова? То есть в левый... Ну, сейчас, смотрите, значит, что у нас здесь происходит? Значит, вот в этой точке, это точка, в которой тот ВОЗ, который двигался по дороге 1, находился в пункте Б, то есть вот это вот начало движения. А ВОЗ, который двигался по дороге 2, находился в пункте А. Да, вот эта вот точка. Потом мы как-то двигались, 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 и в конце концов мы пришли вот сюда. Вот в этот момент у нас наоборот. Тот ВОЗ, который движется по дороге 1, оказался в пункте А, потому что вот у нас тут точка А. А тот ВОЗ, который двигался по дороге 2, оказался в пункте Б. Это наша конечная точка. Согласны? Да, да, понятно, спасибо. Вот. То есть, смотрите, что произошло. Во-первых, мы теперь просто, глядя на эту картинку, видим, что как бы они ни двигались, как бы они ни пытались избежать вот этого пересечения, это пересечение все равно настигнет. А с другой стороны, что это пересечение означает? Это пересечение означает, что ВОЗы, вот в этот момент, ВОЗы находятся ровно в том же положении, ровно в тех же точках, что и Ромео и Джульетта в какой-то момент раньше. И это означает, что в этот момент центра между ВОЗами должно быть меньше, чем, расстояние между центром и между ВОЗами должно быть меньше, чем 3 метра. А поскольку у ВОЗов радиус 2 метра, то это означает, что они обязаны столкнуться. Значит, на самом деле, аккуратное матемическое доказательство того, что вот эта точка действительно существует, нетривиально. Это теорема Жордана, и она доказывается как-то довольно сложно. Кажется, первое ее доказательство, которое, собственно говоря, придумал Жордан, занимало типа 400 страниц. Возможно, что сейчас это делается попроще, но я, например, не знаю этого доказательства, никогда не разбирался с этим. Но визуально выглядит, что это очень простое утверждение, что если у нас есть вот такая вот кривая, которая разбивает нам квадрат на два кусочка, грубо говоря, на кусочек левый верхний и правый нижний, то для того, чтобы попасть из правого нижнего кусочка в левый верхний или наоборот, мы вынуждены эту кривую пересечь. И это позволяет нам, на самом деле, сильно упростить вот само по себе нарисование вот этой картинки. Оно позволяет нам очень сильно упростить то, как мы думаем про вот эту модель. Вместо того, чтобы думать про два каких-то объекта, которые как-то в каком-то положении друг относительно друга находятся, мы теперь думаем просто про то, как движется одна точка в некотором пространстве. И можем применять вот такого вот типа топологического рассуждения, рассуждения, которые касаются каких-то кривых или каких-то более сложных поверхностей. В общем, можем применять какие-то топологические рассуждения для того, чтобы исследовать динамику вот этой системы. И вот эта идея, идея фазового пространства, идея о том, что у нас может быть какая-то сложная система, в которой много действующих лиц, много параметров, но при этом мы можем закодировать положение всей этой системы в любой момент времени в виде одной точки в каком-то достаточно богатом, достаточно многомерном пространстве. Вот эта идея, она очень важная. И, значит, я недавно редактировал книжку, очень популярная книжка «Хаос» Джеймса Глика, ее русский перевод. И Джеймс Глик там пишет что-то вроде того, что изобретение фазового пространства одно из главных изобретений науки и человечества. Ну, в общем, вот я попробовал вас на примере этой задачки в этом немножко поубеждать. Что фазовое пространство – это некоторая важная штука. Вот. Значит, есть еще вопросы по этой задаче? Вот видно, что после того, как мы ввели фазовое пространство, решение выглядит, ну, по крайней мере, визуально очевидно. Никто не будет спорить с тем, что вот эта точка найдется. Никакие рассуждения на тему того, что кто-то же может кого-то пропустить, они уже не принимаются. Видно, что найдется, никуда не денется. Вот. Ну, хорошо. Давайте поговорим про дифференциальное уравнение. Значит, фазовое пространство в дифференциальных уравнениях. Значит, давайте я приведу пример. Может быть, несколько примеров. Ну, давайте в качестве первого примера я приведу модель лотки Вольтера. Значит, это некоторое расширение демографической модели, мультезианско-демографической модели на случай, когда у вас есть не один вид, который успешно поедает какой-то ресурс и размножается по экспоненте. Когда у вас есть два вида, и эти два вида соотносятся друг с другом, как хищник с жертвой. Один вид, скажем, кролики питаются травкой. Травки будем считать бесконечно много. А другой вид, скажем, лисы питаются, увы, кроликами. И дальше между ними возникает некоторая такая динамическая связь. С одной стороны, лисам хорошо, когда кроликов много. С другой стороны, если при этом лис становится много, то кроликам становится не очень хорошо. И хочется как-то это изучить, как-то это квантифицировать. Давайте посмотрим, как устроена модель лотки Вольтера. Устроена она примерно так. Ну, пусть у нас есть х, это, допустим, кролики. Игрек – это, допустим, лисы. И что у нас происходит с кроликами? Значит, кролики устроены таким образом. Если их не есть, то они размножаются. Размножаются они по мультузианскому закону. Их точка равняется к х. Но если их есть, то им от этого становится плохо. И здесь возникает слагаемое отрицательное. Значит, давайте посмотрим, какое это отрицательное слагаемое. Значит, можно моделировать такую ситуацию, что у вас есть лес, в котором бегают эти самые кролики, эти самые лисы. И понятно, что в какой-то ситуации лиса может столкнуться с кроликом, и в этот момент она его съедает. И, ну, по камере, с какой-то вероятностью. Соответственно, как понять, как часто происходят вот такие вот столкновения? Значит, ну, понятно, что если у нас всего один кролик в лесу, то его еще попробуй найди. А если кроликов много, то найти гораздо проще. Ну и наоборот, если у нас лиса всего одна в лесу, то там вряд ли она поест много кроликов. Поэтому я пишу здесь произведение двух сомножителей. Х и у. Значит, давайте я какую-нибудь еще букву. Просто это будет буква альфа. Значит, альфа на х и у. Значит, вот это вот произведение, потому что вероятность столкновения лисы с кроликом увеличивается по мере роста и тех, и других. Вообще логично, что она пропорциональна произведению этих двух чисел. Вот. А следствием происходит обратная история. Можно уточнить немного по поводу вероятности? А если это просто произведение х и у, то это разве не будет в какой-то момент больше единицы? Ну, это не вероятность, а это как бы штука, которая пропорциональна вероятности. А, понял. Спасибо. Ну, я не знаю, вы можете… Ну да, но здесь нет никаких естественных ограничений. Ну, так иначе, это штука, которая пропорциональна вероятности столкновения. Не сама, конечно, вероятность. Давайте я напишу, что это пропорционально. Пропорционально вероятности. И с у происходит другая история. Значит, лисы обладают таким свойством. Если их не кормить, они вымирают. И вымирают они, ну как, ну тоже, в каждый момент времени какая-то доля популяции вымирает. Если их, так сказать, изначально очень много, то там, грубо говоря, каждую единицу времени там половина из них умирает, например. Или еще какая-то доля. Значит, получается, что y с точкой равняется минус… Давайте, l умножить на y. А, с другой стороны, если лиса сталкивается с кроликом, то это позволяет ей какое-то время существовать и не умереть. Значит, получается, что она здесь возникает положительная слагаемая, которая пропорциональна тому же самому x, y. А, плюс b умножить на x, y. Значит, вот получается такая система из двух дифференциальных уравнений. Или можно думать, что это такое дифференциальное уравнение, но только в двумерном фазовом пространстве. Значит, у нас здесь фазовое пространство теперь. будет, ну, таким множеством r+, r+. То есть положительное число на положительное число, неотрицательное на неотрицательное. Потому что отрицательного количества кроликов не бывает, отрицательного количества лис тоже не бывает. Вот. И, соответственно, у нас в одном из них живут иксы, в другом живут икрики. Вот. Как раз получается такая кусочка плоскости. И можно думать про вот эту систему из двух дифференциальных уравнений. Можно думать, на самом деле, как про одно дифференциальное уравнение, но только на вектор функции. То есть можно считать, что у нас есть такая, ну, давайте я напишу, допустим, z от t. Это есть x от t, y от t. И тогда z с точкой, это будет как раз вот вектор, который у меня написан справа. Значит, k x минус альфа xy минус ly плюс бета xy. Значит, эта штука, она на самом деле, вот у меня правая часть, это просто какая-то тоже функция. Ну, вот она зависит от z. То есть f это у меня будет такое отображение из, ну, там, из r плюс в квадрате в r в квадрате. Значит, каждой точке с вазового пространства мы ставим в соответствие вектор, просто двумерный вектор. То есть получается вот система вот такого вида. Ну, как обычно, это, на самом деле, так было еще со временем линейной алгебры. Если у вас есть система уравнений, то вы можете представить ее как одно уравнение, но только на более сложный объект. В данном случае у нас система из двух уравнений как бы одномерных, мы представляем себе ее как одно уравнение, но только из двумерных фазов пространства. Другой пример, который я не буду писать в виде уравнения, потому что я его не помню, но у вас, скорее всего, он был где-нибудь. Это модель Рамсея. Была такая штука? Значит, это некоторое обобщение модели Solo, где переменным является не только капиталовооруженность, но еще чего-то, только я забыл чего. Был такой, нет? Да, такое было, но только без названия Рамсея вроде бы. Ну, просто мы говорили, что мы там две модели объединяем, и все. Хорошо, а что там второй, а какая там вторая переменная оказывается? Значит, у нас фазовые переменные, в модели Solo была капиталовооруженность, а в модели Рамсея, кроме капиталовооруженности, что еще? А количество идей вроде бы, производительность. Производительность, ага. Значит, фазовые переменные, капиталовооруженность и производительность. Окей. С ваших слов записал, так что, если не правда, не пеняйте на меня. Значит, опять же, была одномерная модель, в которой учитывалось изменение только одной переменной, а дальше мы понимаем, что мир устроен сложнее, что у нас есть два взаимодействующих между собой фактора, и они друг на друга влияют, они влияют на скорость изменения друг друга, и для того, чтобы это учесть, нужно вводить какие-то вот такие более сложные модели. Давайте в качестве третьего примера я приведу один из тех, которые мы уже обсуждали, но мы посмотрим на него немножко новыми глазами. Допустим, у меня есть модель, которую мы уже обсуждали. Это модель падающего, значит, это падающий шарик. Значит, вот у нас есть какая-то вертикальная ось, пусть будет ось X, и у нас здесь есть шарик, у которого есть, соответственно, возможность двигаться вверх и вниз, и на него действует сила mg, которая действует вниз. И, соответственно, мы обсуждали, что по второму закону Ньютона мы получаем вот такое уравнение. Ускорение равняется минус g, но, собственно говоря, g — это как раз ускорение свободного падения. А какое фазовое пространство у этой системы? Значит, мы хотели бы, чтобы фазовое пространство нам полностью описывало состояние системы в какой-то фиксированный момент времени. Вот как будет устроено фазовое пространство вот в этой истории с падением тела в поле гравитации? Скорость и положение, может быть? То есть X-точка? Да, совершенно верно. Значит, смотрите, тут очень важно, что вот как бы то пространство, в котором реально происходит динамика, это вот, грубо говоря, это вот это вот одномерное пространство, которое просто описывает положение объекта, значит, высоту объекта. Но если мы говорим о фазовом пространстве, то мы должны потребовать, чтобы точка фазового пространства полностью описывала нам всю ситуацию в фиксированном моменте времени. Это, в частности, означает, ну, представьте себе, что у меня есть две разные ситуации. Вот представьте себе, что у меня шарик находится вот здесь. Вот давайте я просто так скажу. Вот я нарисовал вот такую вот картинку. И я говорю, что в какой-то момент времени шарик находится вот здесь. Описал ли я при этом полностью ситуацию? Описал ли я полностью состояние системы? Ну, вообще говоря, нет. Потому что я, конечно, знаю, что шарик находится вот здесь. Но, может быть, он находится здесь, потому что я его только что отпустил из этой точки. А, может быть, я его перед этим подкинул наверх. И, например, он находится сейчас здесь, но если мы чуть-чуть подождем, то он будет чуть-чуть выше, потому что он просто будет дальше по инерции двигаться вверх до тех пор, пока он не остановится. Возможно, разные варианты. То есть как бы вот сама эта картинка, само это положение частицы на оси Х, оно не полностью описывает нам систему. И на самом деле действительно фазовое пространство в таких механических задачах оказывается больше, чем пространство, в котором реально все происходит. А именно вот в этом случае у нас фазовое пространство будет таким. Я хочу свести вот это мое уравнение к уравнению такого типа, как обсуждалось выше. Вот к уравнению такого типа. Здесь точка равняется F от Z. И для этого я сделаю такую штуку. Я введу новую фазовую переменную. Пусть это будет переменная V. И у меня есть первое уравнение, x точка равняется V, потому что я знаю, что скорость определяется именно так. А второе уравнение будет выглядеть как V с точка равняется минус G. Понятно, что если какая-то функция x от t удовлетворяет вот этой системе, то эта функция является решением вот этого уравнения второго порядка. И наоборот, если у вас есть какое-нибудь уравнение второго порядка, из него можно изготовить решение вот этой системы. А именно, вы просто скажете, что вы положите V равный производной x, а первое уравнение будет автоматически удовлетворено, а второе уравнение будет удовлетворено из-за того, что x от t является решением вот этой штуки. То есть в некотором смысле вот эта система и вот это уравнение просто эквивалентны. А про фазовое пространство вот этой штуки уже все понятно. Значит, ее фазовое пространство двумерное. Значит, у нас фазовое переменное x и V. Хотя исходное уравнение было одномерным, но зато второго порядка. Вот. Окей. Значит, это были какие-то просто примеры фазовых пространств. Ну, давайте посмотрим, что еще можно сказать про такие дифференциальные уравнения. Значит, все уравнения, которые у меня сейчас фигурировали, на самом деле они автономные. То есть у них правая часть явно не зависит от времени. Но это не всегда так бывает. Теоретически можно было бы рассмотреть, теоретически можно рассматривать неавтономные уравнения. Скажем таки, уравнения, в которых правая часть зависит от времени. Ну, например, если, скажем, рассматривать вот эту модель лодки Вольтера, можно, например, как из него сделать естественным образом неавтономные. Ну, вот можно, например, сказать, что у нас бывают разные времена года, и в зависимости от времени года у меня меняются вот эти вот коэффициенты. Ну, понятно, когда тепло и солнышко, там кролики размножаются охотнее, допустим, чем когда холодно и печально. Поэтому не исключено, что вот этот вот коэффициент k, он на самом деле здесь у нас в модели константа, но можно сказать, что пусть он будет зависеть от времени, допустим, он может зависеть как-нибудь периодически. И то же самое про это коэффициент l. Как бы можно такое рассматривать, и в реальных задачах такое возникает. Но мы пока что будем рассматривать в основном автономные уравнения, потому что про них можно много чего понять, а с другой стороны, в принципе, любые неавтономные уравнения сводятся к автономным, потому что можно сделать такую штуку. Можно свести неавтономное уравнение к автономному. Значит, вот было у вас уравнение z с точкой равняется f от t z. Как бы его свести к автономному? Как бы сделать из него какое-то автономное уравнение? Подсказка для этого тоже нужно расширить фазовое пространство, добавить в фазовое пространство новую переменную. Есть идея, какую переменную добавить в фазовое пространство? Переменную t? Ну да. Мы хотим теперь время объявить одну из фазовых переменных. Ну, грубо говоря, добавить в нашу систему часы. Часы, с одной стороны, это штука, которая принадлежит фазовому пространству, она какое-то положение задает. А с другой стороны, понятно, что она меряет время. И здесь нам нужно сделать что-то похожее. Значит, давайте я добавлю новую переменную. Давайте я скажу, что вот у меня есть теперь будет, например, такая штука. z с точкой равняется f от tau z, а на переменную tau я накладываю условие, tau с точкой равняется чему? Одному. Да. И поэтому в некотором смысле неавтономные уравнения с точки зрения построения глобальной теории нам не очень интересно. Ну, хотя на практике, конечно, их изучение вполне себе содержательно. Но мы дальше будем заниматься в основном автономными уравнениями, по крайней мере, на этой лекции точно. Значит, давайте поговорим про автономные уравнения. Автономные уравнения и векторные поля. Значит, смотрите, я думаю, что вы помните, а если не помните, то должны, по идее, повторить на семинаре, что если у нас есть вектор-функция, напоминание. Значит, если у нас есть какая-то вектор-функция φ, то, во-первых, у нее можно посчитать скорость. Значит, φ, надо считать, что φ от t, это φ1 от t и так далее, φn от t. Тогда кто такая скорость этой вектор-функции? Ну, это тоже, в свою очередь, вектор, который устроен вот так. Мы просто его по компоненту дифференцируем. Ну, понятно, что если вы будете определить производную просто по определению, пользуясь стандартным определением производной, но перемените ее к вектор-функции, то вы как раз получите обязательно вот такое равенство. Вот. И, значит, как все это описывать графически? Значит, у вектор-функции есть… Теоретически можно строить график вектор-функции, а можно строить траекторию. Значит, давайте я нарисую картинку. Значит, вот график вектор-функции. Давайте считать, что у меня есть какая-то вектор-функция, скажем, φt, cost, sint. И график – это штука, которая будет жить в таком трехмерном пространстве. У нас есть хост t, и каждой точке на оси t соответствует одна точка на плоскости. Вот на такой. И как будет устроен график в этом случае для вот такой функции? Ну, это будет спираль. Да, такая спиралька. Значит, она должна стартовать в точке… Вот в такой вот точке, в точке 1.0. Ну, а дальше вот она как-то вот так вот должна идти. Ну, или туда тоже вниз может идти. Как спираль от телефонного провода. Мне интересно, в какой момент эта аналогия перестанет работать. Вы знаете, что я имею в виду? Спираль от телефонной трубки. Ну да. Ну, вы можете говорить, что как резиночки. Есть резиночки такие же. Резиночки? Резиночки для волос. Для волос. Да, да, да. Окей, ладно, согласен. Но про телефонную трубку уже не так очевидно. 10 лет назад было всем понятно. Сейчас тоже понятно. Сейчас тоже понятно. Ну ладно, посмотрим, что будет через 10 лет. Сложнее всего объяснять, что такое, что изображено на кнопке «Сохранить». Если это какая-нибудь не очень новая программа, и на кнопке «Сохранить» изображена дискетка. Так, ну ладно. Итак, значит, это был график. А еще можно нарисовать траекторию. Значит, траектория – это просто проекция этого графика на пространство значений. То есть это вот такая вот картинка будет уже в пространстве X1, X2. И я просто вот взял вот так вот и все эти точки спроектировал. То есть просто забыл про то, что у этих точек графика есть различные координаты по оси T. И просто спроектировал все, забыл эту координату и спроектировал все на плоскости XY. И получается какая-то такая картинка. То есть что будет траекторией этой вектор-функции? То есть будет такая окружность. И, как правило, на траектории еще дополнительно ставить стрелочку, чтобы показать, в какую сторону мы движемся, когда время увеличивается, когда это увеличивается. В данном случае в какую сторону нужно стрелочку поставить? По часовой стрелке или против? Ну, здесь мы движемся против часовой. Против часовой стрелки, да. Потому что когда T возрастает, значит, у нас вот эта вот штука, она просто параметрически задает точку с углом T, а вот угол T откладывается вот так. Вот. Значит, траектория – это не как бы однозначный способ задавать вектор-функцию, в отличие от графика. Потому что мы можем двигаться с одной скоростью, мы можем двигаться с другой скоростью, например, быстрее вдвое. Или мы можем двигаться вообще как-нибудь нелинейно, скажем, то быстро, то медленно, то быстро, то медленно. Вот. И это будет соответствовать разным вектор-функциям. Но нам, как правило, сейчас будет интересно именно просто форму вот этих вот кривых. То есть, например, понятно, что если мы видим вот такую вот картинку, то понятно, что происходит. Происходит, значит, вот такое вот какое-то вращение. Может быть, неравномерное. Но, по крайней мере, вот мы видим, как эта штука устроена, как устроена динамика. Вот. Последнее замечание общего характера состоит в том, что если у меня есть какой-то момент времени T, я построил точечку φ от T, и я могу построить в этой точечке, от этой точки отложить вектор φ с точкой от T. И этот вектор будет касательным к траектории. Значит, я не буду это доказывать никаким образом. С одной стороны, можно считать, что это просто прямое следствие определения, в зависимости от того, как определять, что такой вектор касается. Вот такой кривой. Нужно там аккуратненько определять, кто такая кривая, и что означает, что вектор ее касается. Ну, я сейчас не очень хочу это делать. Было, но ты не... Было такое, да? Отлично. Вот. Ну, в любом случае, более-менее понятно, что происходит. Значит, у нас вот на этой картинке мы просто считаем, что у нас по вот этой траектории движется точка, и в каждый момент времени она движется с какой-то скоростью, и вот этот вектор – это и есть вектор скорости. Понятно, что он должен касаться соответствующей траектории, никуда не денется. Вот. Хорошо. Значит, есть ли какие-то вопросы про вот эту историю, про вектор функций и их траектории? Окей, ну что, едем дальше. Теперь смотрите, значит, я сейчас введу некоторый геометрический объект, похожий на поле направлений. И это объект, с которым нам предстоит жить очень долго, примерно до конца курса. А именно, это штука, которая называется векторное поле. Значит, вот давайте считать, что у меня есть система уравнений. Ну, давайте считать, что у меня есть уравнение, x-точка равняется, допустим, u от x, y, y-точка равняется v от x, y. Значит, некоторая система из двух уравнений уявляет какие-то функции. Фазовое пространство, соответственно, двумерно, и в нем две фазовые координаты, x и y. Теперь смотрите, что я могу сделать. Я могу пользоваться вот этим вот правилом о том, что векторы касаются соответствующих фазовых кривых. Я не говорю, что такое фазовые кривые, это траектории соответствующих векторов функций. Я могу задаться таким вопросом. Значит, давайте я нарисую, вот у меня есть какая-нибудь точка с координатами x и y. Ну, давайте у меня есть какие-то конкретные координаты, точка x1, y1. И пусть у меня есть какое-то решение, которое проходит через эту точку. И я знаю, что вектор скорости моего решения описывается правой частью моего дифференциального уравнения, потому что оно решение. Это означает, что я могу этот вектор скорости здесь просто нарисовать. Значит, вот возьму и нарисую вот здесь вот какую-нибудь вот такую штуку. Значит, возьму и нарисую этот вектор u от x1, y1, запятая v от x1, y1. Значит, что я про этот вектор точно знаю? Я точно знаю, что если я нарисую траекторию решения, каким бы оно ни было, оно в этой точке будет касаться этого вектора. Это очень похоже на то, что мы обсуждали, когда говорили про поля направления. Там тоже наши интегральные кривые касались в каждой точке соответствующего направления. Тут все очень похоже. И, естественно, тоже по аналогии с историей про поля направления, я могу в каждой точке отложить соответствующий вектор. И тогда я знаю, что какую бы траекторию решения я не провел, она обязательно в каждой своей точке будет касаться соответствующего вектора из нашего векторного поля. Так, давайте я все-таки дам определение. Фазовая кривая. Это траектория решения. И, соответственно, векторное поле. Это мы в каждой точке фазового пространства, точнее, от каждой точки фазового пространства. Мы в данном случае x, y фазового пространства отложили вектор, который сдается правой частью нашего уравнения. У от x, y, v от x, y. Утверждение. Фазовая кривая в любой своей точке касается соответствующего вектора. Давайте, чтобы было понятнее, рассмотрим какой-нибудь пример. Ну вот, давайте рассмотрим пример с падающим шариком. Значит, вот у нас было вот такое уравнение, x-точка равняется v, v-точка равняется минус g. Давайте посмотрим, как устроено векторное поле. И как устроены фазовые кривые. Значит, у нас эта штука находится в пространстве x, v. Давайте возьмем какие-нибудь точки и посмотрим, как устроены вектора в этих точках. Значит, например, давайте 0, 1, 2, 1, 2, 3. Ну, допустим, я возьму точку 0, 0. Как устроен вектор, который торчит из этой точки? Это нулевой вектор, нет? Нет, он не может быть нулевым вектором, потому что, смотрите, вот это вектор, который сдается правой частью. В правой части у нас есть вот эта штука минус g. g это просто константа. 0, 0, минус g. 0, минус g, да, потому что здесь в точке 0, 0 у меня v равняется 0. Но вторая компонента сохраняется, она минус g, и это означает, что у нас вектор торчит вниз. Вот так вот. Ну, хорошо, давайте посмотрим. А если я возьму вот эту точку, точку 0, 1, куда тогда будет торчать вектор? 1, минус g. Да, значит, у нас v увеличилось, поэтому у нас теперь есть какая-то компонента здесь по x-овой координате, а по y-кой координате у нас по-прежнему минус g. Получается какой-то вот такой вот вектор. Такой вот какой-то. Ну и дальше, если я буду подниматься, то у меня горизонтальная координата будет увеличиваться, а вертикальная будет все время одно и то же. Значит, как-то вот так это будет выглядеть. Ну, хорошо, если я возьму какую-нибудь точку, скажем, вот здесь, точку 1, 2. Они параллельно переносом будут переноситься. Ну да, у нас правая часть вообще не зависит от x, поэтому вектор будет вот такой же. Значит, у нас будет возникать какие-то... Здесь у нас будут вот такие вот векторы, которые направлены вниз. Тут у нас будет какие-то вот такие векторы. Хорошо, а если я наоборот стартую снизу, вот отсюда откуда-нибудь. Значит, если v отрицательно, то тогда просто первая компонента, значит, x-овая компонента нашего вектора будет тоже отрицательно. То есть это означает, что я двигаюсь вот сюда. Как-то вот так. Вот, получается, вот такая штука. В принципе, эти векторы можно перемасштабировать, можно их все сделать поменьше, чтобы они бы лучше бы умещались бы на картинке. Но я уж как нарисовал, так нарисовал. Конкретный масштаб этих векторов нас не очень интересует. Мы их можем смело все одновременно масштабировать, увеличивать, уменьшать. То есть, по крайней мере, когда рисуем картинки, это совершенно не страшно. Вот. Значит, понятно ли, как было построено векторное поле, как оно примерно выглядит? Давайте найдем решение. Чтобы искать решение, проще вернуться к нашему исходному уравнению. x с двумя точками равняется минус g. А, нет, можно не возвращаться, а можно посмотреть просто на вот эту систему. Значит, что в этой системе можно сразу решить? Второе уравнение. Второе уравнение можно сразу решить. Получается, v с точкой равняется минус g. Это означает, что просто v от t. Это означает, что скорость изменения v равняется g, поэтому v от t – это просто минус gt. Но, как обычно, нам нужно добавить какое-то начальное условие. Давайте я напишу плюс v0. И тогда у нас первое уравнение превращается в x с точкой равняется минус gt плюс v0. Но умеете такое уравнение решать? Ну, у нас тоже правая часть теперь не зависит от x. Она зависит от g, которая константа, зависит от v0, которая начальное условие. Зависит от времени. Значит, можно решить, интегрируя. Минус gt плюс v0. Значит, g – это константа, можно вынести за знак интеграла. Остается минус gt квадрат пополам плюс v0t. Плюс какая-то константа. Давайте я эту константу сразу обозначу через x0. Имею в виду, что у меня начальное условие… Здесь было, например, x от нуля равняется x0, v от нуля равняется v0. То есть я запустил… У меня изначально мой объект стоял в точке x0, и я его изначально пнул так, что у него начальная скорость была равна v0, вверх или вниз. Ну и давайте посмотрим, чего у нас теперь получилось. Получается вот такое решение. Значит, решением вот этой системы… Значит, решение звездочка – это вектор функция, которая создает из двух компонентов, а именно минус gt квадрат пополам плюс v0t плюс x0, а вторая компонента минус gt плюс v0. Значит, если я спрашиваю про решение моего исходного уравнения, значит, решение уравнений x двумя точками равняется минус g. Ну, понятно, здесь нет никакого v, и решением является просто одна функция, вот такая. Я должен просто забыть про этот второй компонент. Вот. Ну, давайте посмотрим, как это связано с вот этим векторным полем. Значит, смотрите, у нас вторая компонента, компонента v, зависит от времени линейно. А первая компонента зависит от времени, как парабола. Поэтому, в общем, можно выразить просто, например, t через v. Это будет какая-то линейная зависимость. Когда мы ее подставим вот сюда, мы снова получим какую-то квадратичную функцию. И графиком этой квадратичной функции является парабола. Ну, и это, в общем, то, что мы видим на вот этой картинке. То есть, смотрите, если я построю график x от v на вот этой картинке, то я получу какую-то параболу. Можно найти конкретно, какую именно. Но мне сейчас это не очень важно. Важно продемонстрировать, что действительно это похоже на то, что мы здесь видим. То есть это будет парабола, которая повернута на бок. Значит, у нас парабола не v от x, а x от v. То есть вот будет какая-то вот такая вот штука. Какое-то вот такое вот семейство парабол. И они действительно будут касаться всех векторов соответствующего векторного поля. Значит, вот у нас решение нашего. Вот у нас фазовые кривые нашего дифференциального уравнения. Точнее, система вот такой вот. Понятен ли этот пример? Хорошо, давайте я еще один пример сейчас приведу. Еще примеры. Ну, хорошо. Вот такое, например, уравнение. Как у него устроено векторное поле? Если точка равняется нулю, y с точкой равняется нулю. Ну, нулевые вектора из всех точек. Да, из всех точек торчат нулевые вектора. Значит, нулевой вектор не имеет никакого направления. Он просто вот нулевой. Как устроены фазовые кривые? Их нет. Ну, куда же они денутся? Они есть. Но фазовые кривые состоят просто из отдельных точек. Значит, если у вас решение является постоянным, то есть x от t, y от t вообще не меняются с течением времени. Если вы все это спроектируете на фазовое пространство, то вы получите просто отдельно стоящую точку. И такая отдельно стоящая точка сама себе решение, сама себе фазовая кривая. Значит, фазовые кривые иногда бывают просто отдельными точками. Значит, фазовые кривые. Каждая точка сама себе фазовая кривая. Ну, хорошо, давайте что-нибудь повеселее. Например, x точка равняется x, y точка равняется y. Вот такая система. Значит, как устроено векторное поле, как устроены фазовые кривые. Мы можем, наверное, сначала же решить каждое из уравнений относительно t и потом просто подставить, ну, выразить y через x. Можно, да. Но давайте сначала не будем решать уравнений. Давайте я сначала хочу просто векторное поле нарисовать. Чтобы нарисовать векторное поле, мне не нужно решать уравнение. Мне достаточно смотреть просто на его правую часть. Значит, вот возьму какую-нибудь произвольную точку, допустим. Точку, допустим, вот такую точку, точку 0,1. Куда торчит вектор? Он горизонтальный. Горизонтальный, вот так торчит. Да, теперь возьму точку наоборот вот такую. Куда торчит тут вектор? Вверх. У нас получается, что вектора просто расходятся от центра. Да, совершенно верно. Именно так и получается, да. У нас вектора, которые вот так вот устроены. Значит, из любой точки он торчит вот от центра. Значит, если он поближе, если он поближе к началу координат, то он покороче. Как-то вот так вот. Но в любом случае направление всегда такое, направление от центра. Ну, хорошо. А в самой точке 0 что за вектор? Нулевой? Да, просто нулевой вектор. Теперь, как вы думаете, как устроены фазовые кривые, как устроена траектория решений? Линии из начала координат? Ну вот, да. Понятно, что вот если я, допустим, стартую отсюда, то что у меня происходит? Ну, вот я дальше, скорее всего, по камере, глядя на картинку, кажется, более-менее очевидно, что я буду двигаться просто вот так вот по прямой. И, а если я думаю про то, где я был, если, так сказать, обращаю время, смотрю в обратное время, то понятно, что я пришел откуда-то вот отсюда. И так будет с каждой фазовой траекторией, фазовой кривой. Действительно, вот такие вот лучи, прямолинейные лучи, они удовлетворяют нашему условию, что он в каждой точке касается вектора, соответствующего векторного поля. Поэтому они действительно являются фазовыми кривыми для моей системы. Ну, можно это проверить явно. Смотрите, мы можем решить каждое из этих уравнений, как вы предлагали. Значит, как решается первое уравнение? Ну, его можно представить как разделяющие переменные. У нас, получается, будет интеграл 1 делить на x по dx равняется просто t. Ну, t плюс c. И у нас, получается, lnx равняется t плюс c. Да, так, а чему равняется x? x, получается, x равняется e в степени tc. Ну, можно, наверное, туда ее закинуть. Да, ну, давайте я так скажу. Это будет x0 на e в степени t. Да. Собственно говоря, такое уравнение можно решать просто методом прицелем взгляда. Мы знаем, что функция, которая обладает таким свойством, что от нее производная равняется e, сом, это экспонент. Ну, и понятно, что домножение на константу не меняет этого свойства. Поэтому у нас x от t это есть x0 e в степени t. y от t есть y0 e в степени t. Ну, а теперь можно заметить, что если я хочу построить именно фазовую кривую, то есть я хочу понять, что такое фазовая кривая. Можно ее задавать как… Ну, это кривая на плоскости x и y в данном случае, для домерного фазового пространства. Ее можно задавать как функцию y от x или x от y, в зависимости от того, что удобнее. И можно сказать, например, если я говорю, что это функция, скажем, y от x, то это означает, что мне нужно просто выразить… Ну, универсальный подход такой. Я могу из первого уравнения выразить t. Например, я могу сказать, что t равняется логарифм x делить на x0 и подставить эту самую t во второе уравнение. Значит, получается, что y от y… Давайте я напишу, условно говоря, y от x. Это и есть y0 и e в степени логарифм x разделить на x0. И это равняется y0 разделить на x0 умножить на x. И это как раз наш линейная зависимость. Значит, чего здесь очень важно сказать. Смотрите, ну вот хочется, построив вот такую вот прямую, сказать, что у нас фазовая кривая – это вот такая вот штука. Ну, действительно, она как раз описывается, как y равняется какая-то константа умножить на x. Верно это или неверно? Правда ли, что вот вся вот такая штука – это фазовая кривая? Там, возможно, что-то в нуле ломается. Ну, на самом деле, вот смотри, что такое фазовая кривая все-таки по определению. Фазовая кривая – это результат проектирования интегральной кривой на фазовое пространство. То есть это означает, что вот мы выбрали какую-то конкретную точку, вот у нас есть какой-то конкретный начальный условие, допустим, вот это x0 и y0. И дальше мы смотрим, в какие точки мы можем попасть отсюда. Время может как бы течь вперед, может течь назад, можно рассматривать отрицательные значения t. Но, по крайней мере, мы не можем уйти вот как бы из тех положений, в которые мы могли бы попасть из вот этой точки. Именно, когда время будет течь вперед, мы будем двигаться вот сюда. Вот у нас t будет расти, и мы будем двигаться, как бы стремиться к бесконечности вот в этом направлении. А что будет происходить, когда t будет, наоборот, стремиться к минус бесконечности? Значит, куда будет стремиться наша точка в обратном времени, как говорят? к нулю, да. То есть смотрите, что будет происходить. У нас, когда время течет назад, мы движемся, приближаемся к нулю, но при этом, во-первых, мы этого нуля никогда не достигнем, а во-вторых, мы уж тем более через него никогда не перескочим. Поэтому фазовая кривая, соответствующая вот этому начальному условию, это в точности вот этот луч, причем луч открытый. Он не включает в себя точку 0. Действительно, есть другая фазовая кривая, которая лежит на той же прямой, которая стартует вот отсюда, например, и которая устроена как вот такой вот открытый луч. А есть еще одна отдельная фазовая кривая, которая лежит просто вот в этой точке. И это три разных фазовых кривых. Можно вообще в целом вопрос такой, зачем это все в целом нужно? Ну, простите за такой немножко странный. Смотрите, значит, зачем это нужно? Ну, как бы мы хотим иметь возможность визуализировать дифференциальные уравнения. И для того, чтобы это сделать, как раз главным инструментом, который существует для того, чтобы визуализировать решение дифференциальных уравнений, сейчас автономных уравнений, выступают именно вот такие вот картинки в фазовом пространстве. Впоследствии, глядя на такую картинку в фазовом пространстве, дело в том, что нарисовать картинку в фазовом пространстве будет проще, чем решить уравнение. Довольно часто будет возникать ситуация, когда мы решить уравнение не можем, а нарисовать картинку можем. Но при этом, даже не решая уравнение, а просто глядя на то, что происходит в фазовом пространстве, глядя вот на такую вот картинку, мы сможем понимать, как устроены наши решения качественно. Являются ли они периодическими? Стремятся ли они куда-то при Т, стремящемся к бесконечности? Какие есть специальные решения, которые будут какими-то специальными свойствами? Вот на такие вопросы мы сможем отвечать. Так что это примерно такого же типа задачи, как вот зачем нам нужны графики функций. Ну, потому что с помощью графика функций мы можем про функции эффективнее думать. Когда мы думаем про дифференциальное уравнение, нам, естественным образом, мы думаем про соответствующие векторные поля и про картинки на фазовом пространстве. Они называются фазовыми портретами. Как? Видел? Да, да, спасибо. Спасибо. Вот. Смотрите, важное замечание, и, видимо, это последнее, что я успею сегодня сказать, состоит в том, что во-первых, значит, окей, одно и то же замечание. Значит, замечание устроено так. Через одну точку проходит ровно одна фазовая кривая. Через одну точку фазового пространства для автономных уравнений. Это важно то, что сравнение сейчас автономное. Проходит ровно одна фазовая кривая. Что я имею в виду? Ну, окей, это все, конечно, правда, если уравнение удовлетворяет условия тиреносуществования местности. Значит, смотрите. Почему это так? Ну, во-первых, давайте посмотрим. Значит, вот если у меня есть расширенное фазовое пространство, и я взял какую-то точку моего фазового пространства и хочу провести через эту точку фазовую кривую. Это что означает? Это означает, что я должен выбрать какое-то начальное условие. Вот у меня здесь есть какая-то точка, допустим, x0, и я использую эту точку x0 в качестве начального условия. То есть у меня есть уравнение x точка равняется, давайте скажем, x точка равняется v от x, x у меня сейчас многомерный. И, значит, у меня есть начальное условие, ну, это как его сформулировать? Давайте я сформулирую так. x в какой-то точке t0 равняется x0. То есть вот я выбрал какую-то точку t0. Значит, вот здесь вот у меня как бы копия фазового пространства. Вот я выбрал мою стартовую точку, и дальше я стал рисовать решение моей системы. Вот как-то она так может вести себя. Соответственно, взял это решение, взял его график и спроектировал на фазовое пространство. Получилась фазовая кривая. Во-первых, я точно знаю, благодаря теорему считывания единственности, что решение, которое проходит через вот эту точку, определено единственным. Это в точности то, что теорема считывания единственности говорит. Но следует ли из этого, что фазовая кривая определена однозначно? Вообще говоря, нет, потому что я мог бы для того, чтобы нарисовать фазовую кривую, выбрать не это решение, не решение с таким начальным условием, а решение с каким-то другим начальным условием. Вот я выбрал какую-то другую точку T1 и решил стартовать вот здесь по-прежнему точка X0, тут тоже по-прежнему точка X0. Значит, решил стартовать вот отсюда с вот таким начальным условием. И у меня тоже здесь есть какое-то решение. Почему не может так оказаться, что вот эти два решения зададут нам разные фазовые кривые. Почему не может так оказаться, что одно решение спроектируется вот в такую загогулину, а другое решение спроектируется в какую-нибудь другую загогулину? Заметьте, что эти решения, у них начальные условия отличаются только выбором t. Они стартуют с одной и той же точки фазового пространства, но в разные моменты времени. Вопрос, почему они спроектируются в одну и ту же кривую или не спроектируются? А это именно косинус-синус? Нет, это обо что? Это обо какое решение? А обо какое электронное поле, обо какая система дифференциальных уравнений? Тогда что значит спроектироваться в одну и ту же штуку? Если просто нарисовать, они же могут проектироваться и не в одну. Значит, вот эта вот штука – это решение дифференциального уравнения. Значит, вот это – это интегральная кривая. То есть график решения уравнения x-точка равняется v от x. И эта штука, и вот эта штука. У меня есть два решения одного и того же дифференциального уравнения с начальными условиями. Одно решение с начальным условием t0x0, а другое решение с начальным условием t1x0. Это вообще, говоря, две разные функции. Но правда ли, что они чем-то похожи? Значит, может ли так оказаться, что вот это решение, которое стартовало вот здесь, пойдет вот так, а вот это решение пойдет как-нибудь по-другому? Для вот такого уравнения. Уравнение x-точка равняется v от x. v – это какая-то функция, какое-то отображение. Но, наверное, если эта функция является непрерывной, то нет. Ну, мы считаем, что выполняется условие теремии существования единственности. v, допустим, гладко для простоты. Но может ли так быть? Ну, то есть, смотрите, если я выбираю разные начальные условия вот здесь, то, конечно, у меня могут быть как угодно по-разному выглядеть мои решения. А если у меня точка отличается, если у меня начальные условия отличаются только выбором от момента времени стартового, могут ли у меня по-разному выглядеть соответствующие решения? Ну, наверное, если мы предположим, что у нас вот в этой точке x0… t1x0, у нас там производная не будет равна нулю, то там, наверное, будет все хорошо. Ну, то есть, если бы мы, без разницы, как мы туда дошли, у нас в этой точке какая-то определенная производная, мы начинаем куда-то идти тоже по определенной траектории. Ну, то есть, без разницы, как мы туда пришли. Ну, я бы сказал так, что вот у нас здесь соответствующие линии из поленаправлений будут одинаковыми. Они, поскольку у нас уравнение автономное, оно не зависит от времени, то всю вот эту вот картинку можно просто сдвигать вправо-влево, и она от этого не перестает быть решением. Просто потому, что правая часть не зависит от времени вообще. Поэтому, если мы выпустим интегральную кривую отсюда и отсюда, в силу вот этой вот инвариантности относительно сдвигов по времени, мы получим одну и ту же траекторию. Вот. Значит, поэтому будет одна и та же фазовая кривая. Поэтому фазовые кривые вот обладают таким свойством, значит, что они, каждая проходит через свою точку, при этом они как бы не умеют пересекаться. У вас не может такого быть, что у вас есть две разные фазовые кривые, которые проходят через одну и ту же точку. Такого не бывает. Вот. Ну, вот все, что я хотел сегодня рассказать. Есть ли какие-то вопросы? Как правило, к этому моменту курса у студентов начинает немножко пухнуть голова от обилия терминов фазовое пространство, расширенное фазовое пространство, поле направлений, векторное поле, интегральные кривые, фазовые кривые, и все это как немножко путается. Еще больше это запутается, когда мы будем обсуждать, что довольно часто нужно переходить от автономных уравнений к неавтономным, для того, чтобы найти уравнение фазовых кривых. Ну, в общем, так что не стесняйтесь задавать вопросы, если вы чувствуете, что вы как-то потерялись в терминологии. Скажите мне об этом, мы с вами обсудим все, что нужно обсудить. Хорошо? Хорошо, тогда чем конкретно отличается расширенное фазовое пространство? Смотрите, расширенное фазовое пространство – это вот эта вот картинка. Это там, где у нас есть ось времени. А просто фазовое пространство – это только вот эта вот часть. Соответственно, интегральные кривые живут в расширенном фазовом пространстве, а фазовые кривые живут просто в фазовом пространстве. Хорошо. Еще вопросы? Вы сказали, что интегральные кривые живут в расширенном, а фразовые кривые в обычном. Да, совершенно верно. Интегральная кривая — это график. График живет в произведении прообраза на образ. Поэтому он живет в расширенном, а траектория — это штука, которая живет только в образе, в простанстве образа. Так, еще вопросы?